Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Дриммер Анастасия. Сегодня в этом видео я покажу вам бэкстейдж второй съемки в Корее, и в конце этого видео я покажу вам фотографии, которые получились. В этот раз мы отправились во дворец Кенбук-кун, и это была невероятно сложная фотосессия, поэтому так мало бэкстейджей. Выдался очень жаркий день, и костюмы, сразу вам скажу, очень жаркие, потому что они, как мне кажется, синтетические, возможно, я не права, но, скорее всего, это так. Их надевают на твою одежду, конечно же, то есть та одежда, в которую ты приходишь, плюс костюм, учитывая ту жару и влажность, которая была в августе в Корее, это просто невыносимо. Вокруг дворца расположено очень много различных прокатов одежды, где можно выбрать костюм на свой вкус, и обычно в прокате предлагают костюм короля-королевы, принца-принцессы, и вы уже выбираете, какой костюм вы хотите. Вам помогают одеться, также могут предложить сделать прическу, если вы хотите, вы можете выбрать эти услуги. Я не делала прическу, так как было мало времени. В самом дворце вы увидите очень много людей, и в основном все в костюмах, так как проход в костюмах бесплатный, и, конечно, это очень красиво. Ну, и если вы не хотите тратиться на прокат костюма, вы просто можете купить билет, и это будет намного дешевле. Но тогда у вас будут просто туристические фотографии, а не какие-то тематические уже. И, конечно, большинство людей хотят сделать тематические фотографии, и поэтому на фоне у вас всегда будут люди в костюмах. В принципе, это выглядит прикольно, но в то же время учитывайте, что будет много людей на фоне, и достаточно сложно найти локацию, где не будет людей. Поэтому придется потом, возможно, поработать в фотошопе, как я это сделала, и убрать людей, которые присутствуют на фоне. В этот раз мы снимали автопортреты вдвоем. На самом деле, это был где-то третий опыт подобной съемки, и у нас был не суперустойчивый штатив. Но все же мы кое-что успели снять, но мы не успели обойти весь дворцовый комплекс. Поэтому, если вы собираетесь прогуляться и все посмотреть, то имейте в виду, что костюм лучше брать на 2,5 часа, потому что мы брали на 1,5 часа, и мы не успели все посмотреть. И все было очень быстро. Возможно, если бы погода была лучше, не так жарко, то мы посмотрели бы больше. Смотря на это, мы были очень довольны прогулкой и нашими фотографиями. Как мне кажется, получилось неплохо, учитывая условия, которые у нас были. Я вам скажу, что мы там не одни были такие, очень многие люди фотографировались, снимали на телефон, использовали штативы, еще какое-то оборудование. Там это не запрещено, поэтому, если у вас есть такая идея, желание, то обязательно делайте съемку в этом дворце. Все, в принципе, очень комфортно, кроме, наверное, погоды. Продолжение следует... Какие принцессы. Все такие красивые. Насколько градусов из 100 вы оцениваете жаркость этой прогулки горячей? Я думаю, что это примерно сто семь, сто восемь процентов, вот так. В смысле, градусов. А вы? Миллиард. Миллиард. Спасибо большое, что смотрели это видео. Всех целую, всем пока и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok